Вот мы уже приняли решение, что у нас будет канал. Мы хотим нести доброе, светлое и на этом зарабатывать. Но очень часто вы, коллеги и я в том числе, поначалу не знал, как спросить у потенциальных зрителей, у потенциальных покупателей рекламы на канале, что им действительно надо. И когда говорят, а давайте проведем интервью и пойдем спросим у наших потенциальных зрителей или потребителей нашего видеоконтента, какой же контент им надо, надо просто пойти и спросить, как говорят, в народ. Когда мы выходим в народ, у нас кроме того, что бессвязной какой-то каши во рту, ничего не получается. Из-за этого очень многие делают каналы, делают видеоконтент, который никому не нужен в принципе. И сегодня я подобрал для вас восемь правил хорошего интервью. Что нужно знать, когда проводишь интервью обязательно. После этих восьми правил вы точно сделаете себе структуру интервью и будете понимать, что спрашивать у вашей целевой аудитории, как спрашивать и зачем это надо. А самое главное, как правильно спрашивать и что нужно спросить обязательно, а что спрашивать не надо вовсе. Итак, восемь правил. Правило первое. Начните с чистого листа. Выслушайте собеседника внимательно и избегайте, ну, субъективных интерпретаций. Особое внимание уделяйте неожиданным для вас задачам, проблемам или выгодам. Когда вы приходите к своему потенциальному зрителю и спрашиваете, а был бы тебе интересен такой канал, либо было бы тебе интересно видео на эту тему, выслушайте. Особенность самого чистого листа. Пусть он расскажет о проблеме. Допустим, вы решили снимать видео о куклах или там о кульнарии или о здоровом питании. Спросите, что люди думают на эту тему. Ваши знакомые, коллеги, сотрудники, рядом кто с вами учится, соседи там, родственники. Просто спросите и выслушайте. Второе правило. Больше слушайте, чем говорите. Потому что, когда вы приходите брать интервью, очень часто вас распирают эмоции. Я сейчас вот такой канал. Не надо. Просто спрашивайте, да, и слушайте, вот, ответы. Записывайте. Ваша цель не информировать о том, что у вас будет канал. Они потом об этом узнают. И не впечатлить вашим масштабом, грандиозностью, да. А выслушать его, да. То есть не внушить что-то вашему потенциальному зрителю, потребителю, а просто выслушать его. Не теряйте время, которое можно потратить на получение знаний. А вы вместо этого, чтобы прийти, получить знания от потенциального вашего зрителя, начинаете навязывать ему, излагая точку зрения. И, конечно же, он покивает головой, скажет, да, 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 это хорошо. И вы послушайте сами себя. Третий блок. Выясняйте факты, а не мнения. Что это значит? Не спрашивайте, не хотели бы вы увидеть такой-то канал, либо такой-то контент. А спросите, когда вы в последний раз смотрели видео на эту тему? Когда вас последний раз интересовал этот вопрос? Вот просто у вас должен быть фактаж. Не хотел бы ты, не хотел бы ты. Ну, это люди врут, да. А вот, когда вы спросите факт, да, когда вы в последний раз? А интересовались ли вы? А где вы смотрели? А когда вы смотрели? А почему вы смотрели? То есть фактажи, чтобы это было? Дальше. Задавайте вопрос «Почему?», чтобы узнать об истинной мотивации. Что это значит? Почему вы хотите смотреть видео о здоровом образе жизни? Почему вам интересно смотреть видео об йоге, допустим, да? Или почему вы хотите похудеть, да? И почему вы хотите это видео посмотреть? Ну, в таком формате, да? Почему для вас это важно? Почему представляет, то есть, почему там, лишний вес представляет для вас серьезную проблему? Почему незнание этого предмета представляет для вас серьезную проблему или вопрос? Почему? То есть, вы должны, вот, выслушать. И здесь замолчите. Спросили и узнали. Здесь вы поймете, почему люди интересуются. Потому что многие из вас просто приходят и выдумывают вопросы своей цели аудитории. Дальше. Следующее правило. Цель вашей беседы с потребителем – это не продажа, ну, даже если о ней не идет зрели, да? А обучение, самообучение. Заметьте, здесь обучение не потребителя, не вашего зрителя, а себя любимого обучения. Потому что вы обучаетесь проблемам, которые есть у ваших зрителей. Помните, мы все время в школе видеоблогеров говорим о том, что если вы решаете проблему, вы получаете деньги. Если вы проблему не решаете, вы не получаете. И вот здесь, как раз в тот момент, вы должны узнать, какая же проблема, посредством интервью. Спросить у вашего потенциального зрителя, у вашего потенциального клиента, потому что он будет менять свое время на ваш контент. И потом вы его внимание будете продавать рекламодателю. Поэтому цель вашей беседы с потребителем не продажа, то есть вашего канала, ваших знаний, вашей экспертизы, а обучение, самообучение. Поэтому, не спрашивайте, купите ли вы это, что мы предлагаем. То есть, или будете ли вы смотреть то, что мы допишем. Потому что сказать, конечно, да, буду, буду смотреть, да. А спросите, на основании каких критериев вы принимаете решение покупки. На основании каких критериев вы узнаете о, вы решаете о просмотре такого видеоролика. И вы узнаете, что очень часто, я об этом вот узнаю, да, что люди говорят, если ролик 2.59 я смотрю, если 3.0 не смотрю. Вот это классный средств среди бизнесменов, да, вот у меня был такой опыт. Поэтому спрашивайте, какие критерии важны. Потому что вы начинаете лезть в дебри, там, да, структурированный поставленный ролик, да, там хороший звук. А ему, там, мне 2.59 и все, я не хочу больше. Дальше. Следующее. Не упоминайте о своих решениях, там, о прототипе, о каком-то идее, о каких-то фичах, о MVP, там, да, или МЖП, как мы говорим, которые планируете сделать, да. Это еще слишком рано. То есть, ваша задача вот спросить, узнать, какие проблемы для вашего потенциального зрителя, покупателя, наиболее сейчас существенны. То есть, вот если вы делаете, там, детский канал, то, может быть, вы будете говорить о том, как игрушки, там, собирать, а у них, вот, ребенок не ходит на горшок, да. Вы будете говорить, как хорошо путешествовать с коляской по миру, а у них ребенок боится моря, да, или, там, не знает какую аптечку взять. Поэтому, вот, не рассказывайте, что наш канал сможет помогать всем, да, а просто какие проблемы для вас сейчас очень острые, какие проблемы для вас наиболее существенны, да. То есть, выдергивайте вот этот, в интервью, да, то есть, выше, которые советы есть, слушайте, спрашивайте, слышьте и записывайте. Дальше. Следующее. Обязательно подготовьте почву для последующего сотрудничества. Попросите у него контактные данные, чтобы впоследствии можно было задать ему еще вопросы или протестировать прототипы, либо какие-то там, обещайте, что вы будете первые видеть наши видео, и нам важно мнение от вас, как мы можем об этом мнении узнать, какие контакты, связь. Обещаю вам, что не чаще одного ролика в неделю, когда вам будет удобно, вот мы будем вам посылать, там, по почте, либо, там, в Телеграм, да. Опять же, для чего? Потому что очень многие спросили и контакт не взяли. Он был бы готов с вами, там, дальше сотрудничать. Вы его, там, спросили, ему интересно, он заинтересовался вами, как автором, вашим контентом, но вы забыли взять контакты, а он воспитанный человек, он не стал предлагать, там, что в этом формате и, в принципе, вы тут юлус. Дальше. Последний, восьмой совет – это в конце интервью создавайте возможности, да, для дальнейшего движения. То есть, что это значит? Спросите еще, а с кем можно еще поговорить на эту тему. Потому что, если вы выделили или обрисовали, или поймали для себя вашу целевую аудиторию, и вы чувствуете, что аватар или аватар, который будет смотреть ваш контент, то, скорее всего, у него есть друзья, знакомые, сослуживцы, там, коллеги по работе, которые вместе с ним могли бы смотреть контент. Поэтому спросите у него, и вы таким образом будете искать себе, расширять свои аватары зрителей. Это очень и очень важный момент. Коллеги, я еще хотел бы вам напомнить, что интервьюирование – это отличная отправная точка для выяснения мнения ваших зрителей, ну, или потребителей. И оно не дает точной исчерпывающей информации, но вот на основании этой информации вы не принимаете важное кардинальное решение в развитии ваших каналов, видеороликов или стратегии развития, там, контент-плана. Но, когда вы будете дополнять это интервью другими методами исследования, да, там, ключевыми словами, анализом конкурентов, да, там, срезами, свод-анализами, то, как вот, вы должны проводить работу, как действительно хороший журналист, который докапывается до самой сути, да, вот реальной истории, которые люди скрывают за своими рассказами. Помните, что люди врут. И чем вот глубже вы закопаетесь, чем больше вы поймете проблему, тем больше шанс того, что вы привлекете на свой канал классные аудитории, которые потом в принципе, да не в принципе, сможете монетизировать. Опять же, наблюдайте за вашими зрителями, за зрителями-конкурентов. Экспериментируйте, проводите эксперименты, которые отдают точные данные. Вы можете думать, но ваш зритель по-другому совершенно, да, решает. Опять же, хороший способ – это возьмите на интервью напарника, потому что и сразу с ним решите, кто будет записывать, ну, на бумажке там, да, или в тетрадке, а кто будет делать заметки. Почему? Потому что, когда вы включите камеру или телефон, люди начнут врать, потому что он будет стрематься к камеру, он будет стесняться камеры, да, а когда вы, как бы, вроде бы, ваш напарник или напарница будет делать какие-то пометочки для себя, ну или там диктофон, но чтобы человек не видел, что ведется запись, потому что человек, если понимает, что ведется запись, его ответы меняются кардинально. Это я вам говорю, как эксперт, который провел, не знаю, сотни интервью с разными людьми. Поэтому и влияние записи, вот, в любой, да, что мы не против, что мы будем записывать, не против, но ответы будут совершенно иные, чем если бы это было не под запись, да, то есть, когда вы особенно говорите о проблемах человека, вот. И последний совет, то есть, это было восемь правил и три совета. Третий совет. Перед тем, как проводить интервью с вашими потенциальными потребителями, зрителями, пробегитесь по этому пункту, пробегитесь по этой карте, по этим правилам, пересмотрите это видео, это значительно сэкономит вам время, даст классное интервью, вы получите классные советы и ответы, и не забывайте подписаться на наш канал Школы Видеоблогеров, где мы действительно даем практические советы, которые помогают вам зарабатывать на вашем канале. Если есть какие-то еще советы, будем рады услышать их под этим видео, не забывайте поставить палец вверх. Если вы конкурент, смело ставьте палец вниз, нам будет приятно. Всем спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok